Давай сразу в новостройке искать. Окей. Дом пониже? Мы же не в Шанхае. И у воды, может? Ты же как раз хотела. Давай. Ну, нажимай уже. Живите где хотите. С гибким поиском по новостройкам на Яндекс.Недвижимости. Ребята, всем привет. Мы сейчас едем в центр. Вообще, на Арбат. Вот. Мы туда едем по делу. Но, раз такая пляска, будем еще гулять, кайфовать. Я нарядилась. Анютка. В своем маленьком автолюльке, из которого она уже выросла, он уже такой неподходящий. Вот. Ну, а нам приехали новые, кстати, автокресла из мамы Жанны. У нас от них коляски две. Это тоже, кстати, я написала Жанне, получается, основателю магазина Мама Жанна. Вот. И попросила, чтобы она посоветовала нам классные какие-то автокресла для ребенка. Какой у меня был, так скажем, запрос. Мне что надо? Мама нарядилась, я ввеживаю, а сама будешь все в печенье. Чего прячешься? Чего прячешься? Отстань от меня, печенечный человек. Чего прячешься? Чего прячешься? Все в печенье. Мама дорогая. Мама. Да. Аккуратно надо печенье кушать. Написала Жанне, здравствуйте, подскажите, какое вообще автокресло, посоветуете для ребенка, такой-то вес написала. Ань, ну ты вообще этот самый, Алеша, попой. Короче, у меня какой был вопрос, чтобы ребенка можно было спереди сажать. Нам в итоге привезли два автокресла от бренда, который мы вообще не рассматривали, не в курсе. Вот, так что протестирую, мы тоже с вами потом поделюсь. Но вот Жанна мне написала, что это просто топ, это и на рынке топ, и вообще очень хороший для детей. Поэтому, ну то есть прям там все супер-пупер-класс. Короче, просто проблема в том, что спереди автокресла любое не поставишь. И чтобы было хорошо и безопасно, потому что спереди нету вот этой системы Isofix. Правильно, да, Зай? Да. Это когда ты воткнула кресло, оно всосалось как будто в машину. Короче, сложно объяснять, потому что не я обычно кресла эти устанавливаю, но я просто знаю, что спереди такого нет. Спереди ты можешь прикрепить кресло спереди ты можешь прикрепить кресло только обычными ремнями, то есть вот такими же. И это как бы не так... Не везде. Где-то есть, да? У меня есть. У тебя есть? Isofix здесь на переднем. Ну, хорошо, у тебя есть, но, например, у меня в Lexus'е нет, и во многих машинах, ну, в каких-то, да, во многих, не знаю, тоже нет. Поэтому нужно подбирать кресло вперед. Учитывая все эти обстоятельства. Ты печенье накрошила все. И теперь недовольная? Ты не хочешь огушеньку свою огушеньку и спать? Хочешь? Да? Скажи, мама! Ань, ты получил удовольствие главное? Огушеньку будешь? На, попей. Давай, давай. Это что такое? То, что нужно? О, боже мой. Теперь лучше. Мы едем в центр погулять. Ну, и по делу. По делу в первую очередь, потому что, если бы не это делала, мы вообще сегодня никуда не выходили, потому что нам, со славой, кажется, что мы заболели. Но мы отвергаем этот факт. Я завершаю ГВМ. Уже больше суток, а то и двое суток Аню не кормлю. И ничего не ощущаю такого, знаете, что приливы какие-то, что грудь становится, наполненный, твердеет. Пока такого нет. Не знаю, будет ли вообще. Может, у меня вообще бы давно уже все завершилось, если бы Нютка иногда не присасывалась. Короче, завершаю, думаю, вовремя. Вот. Думаю, так, как надо. Сейчас у меня есть такое окно, куда можно запрыгнуть, залететь, так сказать. Аня сейчас не требует вот этого всего. Ей вообще как-то сейчас пофиг. Вот. Поэтому для меня это лучший момент для того, чтобы все это завершить спокойно, мягко, безболезненно, так скажем, эмоционально. Поэтому я решила, что больше я не буду кормить Аню. Такие дела. У нас уже был такой момент где-то в 9 месяцев. Сейчас Ане 10 и... 10 и 10 дней где-то. На, она, накушай. Кушай, мы. Вот. Где-то в 9 месяцев тоже был такой момент, когда Аня вообще не хотела грудь. У меня, кстати, выходил тогда влог. Или нет? Я тогда снимала влог, вышел он чуть-чуть попозже, когда мы встречались с Кариной, с детьми. Он, кстати, у меня на рутюбе есть. И меня бросало в пот просто. Мне было жарко, мне от этого было плохо всю неделю. Но стоит заметить, что это еще было за неделю до того, как должны были начаться те самые дни. Но у меня такого раньше никогда не было перед месячными, поэтому я уверена, что это было именно гормональное изменение, может быть, типа, знаете, как завершение ГВ, но потом Аня опять захотела как будто бы. Но как сказать захотела? Если бы я ей не предлагала, она бы, может, и забила. В какой-то момент она вообще начала проявлять внимание, так, знаете, прям брать, кофту мою оттягивать. И меня это насторожило, потому что я понимаю, что она взрослеет, умнеет, запоминает, понимает. и велики риски того, что реально будет сложно потом завершать ГВ, и мне очень не хочется, чтобы это было сложно, потому что я уже делилась, что для меня вот эмоционально, когда я родила Аню, да, у меня, конечно, там были какие-то гормоны, эмоции, но завершение ГВ для меня эмоционально прям вообще. Ну, то есть я еще когда Аню активно прям кормила грудью и еще не было мысли о том, что мы скоро все это завершим, одна мысль о том, что когда-то мы завершим ГВ, она меня до слез доводила. Ну, не так, что прям сидела рыдала, но слезы накатывались, реально я грустила, потому что для меня это, ну, вообще такая связь, и это как будто бы первая сепарация. Вот. Видела, кстати, комментарий под не предыдущим, а предыдущим блогом о том, что уже представляю, как тяжело будет Аня в будущем с такой гиперопекаемой мамой. Ну, ладно. Может быть, Ань, может быть, у тебя мать гиперопекающая. Ну, просто мама, тебя очень любит. Очень любит. Да? Мне пофиг. Гиперопекающая, не гиперопекающая. Да. Просто я люблю своего птенчика. Вот такой печенечный человек. Сладенький такой. Хорошенький. А маме можно кучетчик? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Скажи маме, я тебя люблю, мама. Скажи, я тебя люблю, мама. Скажешь? Скажешь, мамочки? Мама. Мама. Маму не пугай. Ань. Маму не пугай. Ну, что? Зависла на радуге. Радуге. Куда это мы приехали? А что это такое? Ань, зуб покажи. Ань. Зуб покажи. Ань. Пик. 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 Ну покажи уже зубы С той стороны я ее достану Так, ребят, я к вам просто С супер-пупер нереальными новостями Дело все в том, что у меня на Рутюбе Эксклюзивно вышла новая реакция На 4 свадьбы Я, честно, не помню, когда последний раз Мы снимали реакцию на 4 свадьбы И мне кажется, это вообще Самые топовые реакции Самые трэшовые Где больше всего было приколов, ржача Были всегда именно на 4 свадьбы Вот, я очень надеюсь, что вы ждали Что вам понравится выпуск Так что обязательно переходите по ссылке Смотрите новую реакцию на моем Рутюбе Подписывайтесь тоже Потому что там у меня эксклюзивно выходят и влоги И реакции в том числе И напишите в комментариях под реакцией Хотите ли вы еще на 4 свадьбы Или на какое-то другое шоу Так что напоминаю, ссылочка в описании И смотрите нарезку Сегодня у нас нереальное что-то Беспричинное унижение людей Как вы думаете, беременна или я? Пошла замуж, родила прекрасную дочку Чего? Кого? Нелепое движение Классно танцевали, ребят Я... Это вот парочка таких вот, знаете... Фрики Что за клоуна это, а? Я не понял Я же тебе никогда не мешал смотреть детский сериал Да, но твоя дочь мешала мне Вот это все для меня просто цирк Она неприятная Она неприятная У нее лицо, как у мыши У нее лицо, как у мыши Паскуда, я это знаю? Дети в разводе Чего? У всех такие взгляды, как у тебя Да, и вы лохи Что здесь тебя жблю, я? Я жблю Я жблю Мы же в свистер поиграем сегодня ночью Сейчас будем там включить мои комментарии Она бабула просто Одно разочарование Так, мы сделали незапланированную остановку Короче, остановились для того, чтобы поесть Сойти в братья Караваева Вы помните, как раньше мы их любили? С ума сойти потом Мне кажется, они испортились, да? Или громко так говорить Неправильно Ну, кто-то любит, кайфует Может, нам надоело, не знаю Ну, такое часто бывает Что-то любишь, а оно портится Вот так Поэтому мы тоже, знаете, любители ходить в одно и то же место Просто ходим-ходим, а потом фига как бы портится К сожалению Кстати, я вам как-то во влоге говорила, что к нам в понедельник должен заехать рабочий Получается, в понедельник, когда было, по-моему, 13-е число А все дело? Да 13-е Когда рабочий к нам не заехал, потому что мы там не до конца убрали все И он звонил сегодня и сказал, что он 20-го заедет Вот, так что... Все, точно начинаю Я уже до сих пор не верю Слава говорит, что дело в поварах Я с тобой согласна Посмотрим, какие повара здесь Аня сейчас посмотрит Своим печенюшечным настроением Короче, мы сели Вот что заказали Я взяла себе две котлеты с гречкой Слава, с курицей и оливье Вообще, я хотела бутериндейка Его не оказалось Аня Вот, потом я попросила котлеты с пюре Пюре не оказалось Потом я попросила салатка у Слоу Спросила, есть ли он У меня только посмотрели, что я вообще какая-то заяць С луны свалилась Что за салат такой Всегда он у них был Теперь нету Сейчас попробуем на вкус Как это нам все понравится или нет Да, не лучшее место для прогулок с ребенком Но мы здесь гулять и не собираемся Слава там доедает А я вышла с Аней, потому что ей там было неприкольно Но я думаю, что Слава тут сейчас уже выйдет Мы с Аней тут пока погуляем по закоулочкам Что могу сказать Братья Караваевы испортились Да, вот так Либо я повзрослела Да не, на самом деле Вот последние пару лет Ну реально испортились Ну это лично для меня Вот, может быть кто-то приходит Так, господи, это просто пища богов Да стопудово есть такие люди Просто еще, знаете Вот даже какую-то обычную еду, которую мы там берем Типа котлеты, гречка Ну что-то такое Рыбу я как-то брала Кстати, когда По-моему, когда я беременная была Заезжала, вот прям одна, по-моему Я не помню, ну что-то такое Вот я заходила, по-моему, как-то одна Без Славы Чтобы что-то перекусить мне нужно было И я себе брала рыбу на пару С пюре Не очень было Сейчас даже пюре нет Ну не было, ладно, окей Потом то, что вот я раньше очень сильно любила У них салат Коул Слоу Я говорю Молодому человеку Я не знаю, как его должность называется Он еду накладывает Он же не официант Ну работнику, я не знаю Ну он и не повар ХЗ Кто он? Напишите в комментариях Короче, я ему говорю то, что Вот он мне там уже собрал Котлеты Гречку Я говорю Вот у вас типа еще салатик Коул Слоу Обычно был Положите мне его Он такой Типа че? Знаете, че я его думала Я говорю, ну салат у вас всегда был Коул Слоу Я думаю, может я что-то неверно говорю Вот И он так на меня посмотрел Что я вообще какая-то Не, ну понятно, может что он там Не знаю Не знал, какое раньше было меню Ну ладно, хер с ним Просто, ну как бы расстроился Расстроился Но не поэтому братья Кроваева Лично для меня Как бы испортился Потому что, ну реально Раньше как будто уровень был более топ Может они, знаете, становятся Больше, да Разрастаются Их сеть Масштабнее все это становится И чем масштабнее Тем может быть сложнее Уследить за качеством В каждом ресторане Понятно, там от повара Не от повара зависит Но раньше было лучше Да Здрасте Здрасте Забор на грязь Больк 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 Ну сладенький Ну сладенький Все, мы едем Едем, конечно же, на угар Ну что ж, мы доехали Не прошло и 300 тысяч лет Сегодня пятница Мы пока вышли из дома Охерели, короче Навигатор, как всегда, не работает Надо было ехать на моей машине У меня там карты есть И без интернета можно доехать Короче, это просто трэш, блядь Пробки просто сто нахер баллов Аня в машине спала Это хорошо, конечно Уехали мы очень долго Сколько в итоге уехали? Два часа? С момента, как мы из дома вышли Короче, мы, в принципе, приехали куда надо Там не оказалось Парковочное место И Слава поехал как бы на разворот Чтобы, может быть, где-то развернуться Поехали на разворот В итоге плюс 40 минут Потому что там везде пробки И в итоге припарковались Вот здесь, на Арбате Но это вообще не то, куда нам надо Поэтому сейчас будем долго идти Идти, идти, идти Вот, так что будем идти долго Ветер дует Надо Аню может прикрыть Я переживаю Аня в машине себе расковыряла глаз Под глазом полячку У неё кровь пошла Но потом она уснула Она уснула, расковыряла Поплакала И снова уснула Ветер трэш Короче, у меня в центре даже камера сходит с ума Я отнесу ровно А она снимает криво на какой-то хер Вот так вот Бесит Мне пришлось на Аню надеть лёгкую шапку Потому что она вспотела в машине Но это очень лёгкая шапочка Она больше для того, чтобы просто ветер не задувало Не для того, чтобы тянуть На старом Арбате Ах, да Сейчас ей откроется мир роскоши и комфорта А в чём тут роскошь? Старина, красота Старина У нас, знаешь, сколько на даче роскоши тогда С этой старины Я на старом Арбате не была Мне кажется, года три Я вообще на Арбате не бываю никогда Атмосфера тут клёвая Чего тут только нет Вот мы и на старом Арбате Всякие выпускники Аня в шоке Всё мне нравится Погода типа плюс 20 Но ветер какой-то вообще В общем, я Анютку нарядила Ну как нарядила, курткой славы прикрыла Ветер реально, что-то вообще охеревший, да? Очень сильный ветер Я даже не знаю, как-то тут звук вообще записывается Слышно меня, нет? Я просто не люблю снимать с микрофоном на эту камеру Мне не нравится Теряется какая-то... Не знаю Становится как шоу какое-то А мне так хочется лайф, жизнь А становится как будто меня там, не знаю Какие-то третьи лица снимают Всё круто Гуляем Там надо вот туда Синий автобус Да, Анютке нравится Она уже устала дома сидеть Мы реально дофига дома сидим Не потому что нам нравится дома сидеть Просто из-за каких-то обстоятельств Да мы даже сюда сейчас приехали за работу А не потому что хотели погулять по центру Кто захочет гулять по центру в пятницу и ехать сюда? Ну, только вот реально за работу, мне кажется Других причин не вижу Ну, потому что это самый час пик Самое большое количество людей Даже в ресторан, наверное, жопу свою не присядешь Или как её? Рожде А я четыре года здесь тусил час Пока учусь Так Глянь Тебя Вам не видно Там так красиво Ань Улыбная У неё шапка Ей надо поправить Что-то у Ани вообще нос холодный Ань Ну-ка, давай нос свой погрей Да не сильно он холодный Ну, ладно Как красиво, ребят Зацените Эть Рапки жесть Ну, мы сюда приезжали как бы по работе Пробки же есть Встретили коллег Поржали Я не знаю, почему камера решила сегодня Криво снимать Сегодня настроение Ну, да И она немножечко под шофе Шутки за 300 Спасибо Просто подписчицы в такси сидят незавидно У Гартики открыли окно Увидели нас Приятно Мы тут как-то по подиуму ходим Вон сколько у нас зрителей О, с ума сойти Вы видите, какие пробки Просто трэш Пока час пик не пройдёт А это до какого часа нам тут торчать Не вижу смысла ехать В машине с ребёнком Ещё часа полтора Ехать два часа Ну, это трэш Реально трэш Потому что к выходным все на дачу едут Ещё тут центр Тут всегда пробки Ну, плюс ещё 8 баллов Как бы Я просто иду Гуляю А мне вот понравилось Как мы с тобой на старом Арбате шли Очень даже классно Анютка там кайфует сидит Чё-то смотрит Конечно, так себе кайф По центру С кучей машин Выхлопных газов Всяких сигарет вонючих Чем только не пахнет, если честно Я один раз иду такая Делаю глубокий вдох И прям дым от себя Жесть Штырила Что вам интересного рассказать, мои хорошие Хочется сесть в ресторанчик На веранду Там, где ветер не сильно задувает Вот Покормить Анютку Даже не знаю, чем Супчик я ей взяла Йогурт взяла Ну, не знаю В каком он там настроении Он вообще из холодильника Может, он уже всё Вот Молочка ей можно дать Вот, смотрите, как Ой Клёв Тут такой большой детский мир Я бы с удовольствием сейчас сюда зашла Смотри, какие там тачки Мне туда хочется, Зань Хочу А вообще, я хочу уже и кушать И в туалет Слава зашёл в серф-кофе, да? Там даже туалета нет Ага Что, для хипстеров? Не хочу, конечно, обижать хипстеров Аня бы тут понравилось Аня расстроена Давайте обсудим Глорию Джинс После того, как В рекламе снялась Ирина Шейк Понятно Если честно, я даже не представляю Сколько ей заплатили Просто реально у меня в голове не укладывается И даже так много заплатили Очень любопытно И всё, теперь Глория Джинс Зато, типа, модно Эй, злая черепаха Злая черепаха Актриса Аня, ты сейчас возьму и поцелую Тебе это вообще как? Мы тут со Славой сидим, спорим Нет, как спорим Ругаемся Возняем отношения Скажи, Зая, почему? Ты скажи, это же у тебя есть претензии У меня есть претензия Потому что У меня нет к тебе претензий Моя претензия заключается в том Что Слава свою тачку Всякими классными фишками Оснащал, 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 оснащал Да не вы оснащал Да не вы оснащал Да даже не в этом суть Слава мне как-то давно ещё говорит Вот, я на эту машину пойду Типа, сделаю карты Чтоб загрузили Потому что она приехала из Кореи И здесь нету наших карт нормальных Типа, со спутника, да? Или как там это? Да, локальных карт Короче, как у меня в машине Где там тётка на немецком шпрехает Да, да, типа, европейские карты Но они как бы немецкие Да, они, может, где-то чуть-чуть повороты Ну, не повороты, а типа, во дворе где-то Может, не покажут улочки, знаешь Которые, может, недавно, например, появились Или что-то такое Но в целом они меня довезут спокойно Без интернета, без навигатора рабочего Потому что сейчас навигаторы не работают в центре вообще Так вот И что, вы думаете, Слава установил на эту машину? Да, вончики Видение ночное Камера ночного видения Я ему говорю Из живого давления в шин Как интересно Я ему говорю А что ты камеры не включаешь? Почему мы сюда ехали, как лохи? Карты ты не включаешь? А я же сказала Камеры Карты, да Я устала и злая такая Аня, ты понимаешь? Вот И знаете, что он мне сказал? Знаете, что он сказал? Что именно карты Он решил мне делать Не понимаю, правда Почему? Ну, потому что я вот Центр вот так вот Чтобы поехать Один раз В тысячу Из тысячи Как бы Ага А ночью ты постоянно гоняешь по лесам Чтобы видеть оленя Перебегающего дорогу В ночное видение Да Да И человеков Дурачков Вот у вас есть камера Ночного видения в машине, ребята? Вы как вообще ездите Без Этой Я очень сильно хотела Сходить в уборню Очень много попрошаек Очень На улице? Да Где ты их видишь? Вон еще А, да Сегодня увидел Просто по центру проезжать Раньше не было этих попрошаек Опять поперли Ну, май Погода хорошая Чё бы им не упаять Это самое Я еще не люблю, когда маленькие дети хотят фары мне помыть Короче, вот А как быть, да? Подросткам зарабатывать Фары мыть Какие еще варианты есть? Я в детстве бутылки собирал Бутылки собирать Напишите в комментариях, ребята Еще это Мытые бутылки За них платили больше Вот так, знаешь, короче Это мешок бутылок Может, себе было пару жвачек купить Ну, это не серьезно Вот хотя бы буханку хлеба Колбаску, я не знаю Вот как зарабатывать молодым ребятам, да? Мыть фары, чё? Мыть фары? Ну, вот я, например, вот так делаю Мне нахер фары, мои мыть не надо Можно, кстати, официально устроиться Я официально работал Прикинь? Ну, в принципе, 14 лет, например, уже есть паспорт С 14 можно официально работать А вот куда? Кто-нибудь скажите? Я устраивался в этот Не у всех же есть даже Знаешь, я думала сказать Можно же кучу всего монтировать На компе, туда-сюда Не, не, я устраивался в этот Не было еще ни компов, ни хера не монтировать Ты чё, ютуб только там начинался Вообще, ну, алло И я устроился Типа подсобным рабочим Ага Зарабатывал там чё-то Чё-то до 10 тысяч рублей, как мне помнится Прикинь? Сколько лет было? Ну, там, там не 10 Там, может быть, было то ли 5, то ли 6 тысяч Ну, прикинь, просто типа 5-6 тысяч в месяц Прикольно Это мне было Паспорт у меня уже был там 14 лет Сколько? 15 Ну, можно официально, короче, устроиться Я думаю, это до сих пор есть Это было, когда, получается, мне было 14 лет 16 лет назад Ну, вот, знаешь, мне так понравилось, как ты сказал Что для человека, который хочет зарабатывать деньги Не нужна мотивация в виде каких-то там успешных других людей Я считаю, что это настолько, ну, правда Потому что ты сам себя можешь мотивировать тем, что ты хочешь жить лучше И просто, там, не знаю, чего-то достичь в жизни Дать лучше своим детям, там, свою семью обеспечить Не знаю Блин, ну... Я наткнулась на рилс, девочки Наш любимый рублик... Рублика? Рублика Рублик, да Кубик-рублик Кубик-рублика, да Наша любимая рубрика Наскнулась твоя мама Мой хороший, на рилс Ты думаешь, почему твоя мама тебя балует, балует Все никак не забалует Все И в этом рилсе что было? Девочка в магазине У мамы просит Даже не то, что просит игрушку Показывает игрушку Говорит, я выбрала игрушку Потом спрашивает, а сколько это стоит? Мама говорит, шесть тысяч И мама спрашивает у дочки Хочешь, возьмем тебя? Она говорит, нет, мам, ты что? Я же уже одну выбрала игрушку Ну, типа, девочка сама как бы говорит о том Что, ну, типа, вроде как Борзеть не надо Да, надо совестно А мама говорит, я тебе могу две взять Она говорит, правда? У тебя есть, типа, деньги? Ну, типа, хочешь, не будем брать Я же уже одну выбрала Ну, то есть девочка такая, знаешь Она говорит, если ты хочешь Я могу тебе взять две У меня есть деньги Давай я тебе возьму И они берут две Девочка, конечно, рада А потом оказывается, что у мамы не было денег Да? И они истырили из магазина Нет Она берет две игрушки То есть она балует свою дочь И своей дочке как бы сказала Что у меня есть деньги Поэтому я тебе куплю И какой посыл она в этом рилсе несла Там текст там было написано Или что-то такое То ли на экране, то ли в описании Посыл в том, что, типа, балуйте своих детей Мы не знаем, что будет завтра Какая жизнь будет у ваших детей Как сложатся обстоятельства Если у вас есть возможность Почему нет? Вроде прикольно звучит Но это если подумать А вдруг ребенок вырастет Будет неблагодарным Сидеть на шее И ничего не будет делать Потому что он привык Что все ему родители устраивают И тут я вот, например, вспоминаю себя Меня вообще жутко баловали Меня дедушка очень сильно баловал Я училась Я уже говорю Ну, знаете, бывает Там дети, может, за хорошие оценки Может, как-то, ну, поощряют Да? Что ты молодец Ты потрудился Вот тебе там Игрушка, например У меня не так Какую бы оценку я не получила Меня дедушка всегда баловал Ну, и мамы тоже Все как бы меня баловали Я не помню, чтобы мне прям Жестко что-то запрещали Что-то, конечно, запрещали Всякое бывало Даже никогда не забуду У меня постоянно новые вещи Какие-то появлялись Я ходила, модничала Ну, в школе И я помню, что я пришла Чуть ли не каждый день Там вот реально новая одежда У меня была Я приходила постоянно В новых разных классных кроссовках Адидас И я никогда не забуду Как мне один мальчик Он был не в моем классе А старший Мы как бы общались, дружили Увидев то, что у меня снова Какие-то там новые кроссовки Ну, реально, как бы По мне было видно, что меня балуют И когда он увидел Он мне сказал Типа, блин, я не понимаю Типа, почему тебя родители так балуют Ты что? Ты же даже на пятерке там не учишься Ну, то есть Вот такое было И я уже не помню Что-то я ему ответила Не ответила Просто Как не баловать своего ребенка? Вот как? Где вот эта грань? Балуешь, не балуешь? Не знаю Я вот Все, что хочу дать ребенку Я даю Ну, понятно В силу возможностей Что хочу, то и даю Что не хочу, то не даю Хочу много шмоток, анютки покупать Покупаю Хочу много одежды Ой, игрушек покупать Покупаю Понятно, что какие-то игрушки Я смотрю, я понимаю, что они нафиг Они не нужны, не интересны И вообще там То себе пятое, десятое Это может мне Интереснее было бы И купить просто как факт того, что я купила что-то для Ани А ей нафиг это не надо Ну, короче Это я, конечно, не беру Но Меня делает счастливой то Что я могу Чего угодно там Покупать Ани Ну, для меня это кайф И я вот просто думаю И представляю Что, например, моему дедушке тоже было Сто процентов Очень приятно То, что он Делает меня счастливой И с помощью даже каких-то игрушек Каких-то там вещей Ну, то есть все равно Как бы для меня-то это была радость Тем более там Как для девочки Для подростка Не знаю Для любого человека Ну, кайф Когда тебе что-то покупают Что ты хочешь Че, я вру, что ли? И я помню Как дедушка Меня всегда называл Шмоточницей Потому что мы заходили Еще по тем временам В Бершку В Страдивариус Заходили вместе с дедушкой Мне там понравилось Одно платье Я могу взять там Три одинаковых Разных цветов Это я только с возрастом понимала Господи, боже мой И я помню Как дедушка Мне покупал Абсолютно все Ну, вот реально все У меня в шкафу Висели вещи С бирками Я их, ну, даже не успевала носить И не носила И в итоге руки там Ноги не доходило До того, чтобы я реально Это куда-то надела 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 О, посмотри Каким человеком я выросла Добрый Щедрый Скромный Ну, я не знаю Слава постоянно мне говорит Не надо баловать Не надо баловать Ему должна быть мера Слава говорит Ему должна быть А где эта мера? У всех своя мера Конечно Вот я, например Аня купила одну такую игрушку Еще одну такую Не вижу смысла покупать Вот это моя мера Посмотрим, конечно Какой Анютка вырастет Но мне кажется Она должна хорошей девочкой вырасти Тебя люблю Я тебя люблю Куколка Совсем малютка Уже очень щедрая Дай маме сосулю Аня Дай маме Да не буду Я не буду Зайчик мой Зайчик, убегай Мам, мам, мам Видите, девочка Видите, какая добрая Жуешь? Дай маме Дай маме Видите, какая хорошая Ну, не он te съем Я тебя съем Съем, тебя Мы уже подъезжаем к дому Слава Богу Обратно мы доехали Довольно-таки быстро Быстро Сумасшедшая мама Короче Я тут думала о том, чтобы покраситься в блондинку Но И не думала Почему? Потому что я поняла, что ведь реально Если я хочу быть блондинкой То я должна постоянно укладывать Волосы Постоянно ходить, что-то там красить Осветлять, тонировать Ну короче, вот этот весь геморрой А я не хочу всего этого геморрой Не хочу укладываться долго У меня на это нет времени У меня на это нет времени голову помыть Ань, в туалет сходить нет времени, понимаешь? Тут все какие-то укладки делать Я что хочу? Хочу нахер подстричься Коротко хочу Не коре, но коротко Я бы единственное, что хотела бы Почему осветлить волосы Это вопрос к знатокам, к девчонкам, кто разбирается Мне в салоне как-то сказали Что у меня плохо держатся укладки Не только поэтому, но почему у меня раньше хорошо держались укладки Там на тот же Дайсон Потому что у меня волосы были осветленные Ну как бы даже если закрашенные Все равно внизу были осветленные Да мы уже почти приехали И из-за этого типа хорошо держались укладки И я вот думала о том, чтобы осветлиться Ну не сильно, а просто осветлиться И закрасить в темный Звучит странно Но тогда у меня будут держаться укладки Чего не сделаешь ради укладок? Мне реально хочется иногда сделать себе классную укладку На тот же Дайсон И чтобы у меня все это держалось Потому что пока я молода Мне хочется воображать Своими укладками Чего ты ржешь? А? Ты воображули? Да, я воображули Вот А в итоге что мне приходится? Да ничего особо не сделаешь Но то, что я буду подстригать Это стопудом Я поняла, что мне такие блины и не нравятся Хочешь у мамы резиночку вот эту забери? Видишь? Бери Забирай Давай, да забирай скорее Тяни, 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 тяни Ой, молодец Ой, не резиночка Ну и сладенький Давай мне Спасибо Спасибо, спасибо Ой Да Дай мне Дай мне Поэтому, девчонки Может, стилисты по волосам Напишите, правда это или нет Тема рабочая Я не хочу вот эти вот всякие брызгалки для волос Херня это все Херня Раньше вот реально у меня держались укладки Супер У меня волосы были покороче Да Но у меня все-таки и светлые были под моим темным Напишите, пожалуйста, в комментариях Я буду очень вам благодарна Потому что для меня это многое дешит И вот что я решила Что хочу волосы покороче И хочу избавиться от седины Как это сделать? Ты че такой сладенький? Ты че такой сладенький? Мышка моя Смотрите, сколько у нас мусора Это просто охренеть И не встать Мы собираемся на прогулку Сегодня суббота 18-е Так, мы вышли гулять Анютку в своем новом костюме Который ей пока велик Это 86-й размер Мы сейчас 80-й Ане одеваем Куколка Мышка моя сладкая Ой, как я ее люблю Эту девочку Хорошую Что-то она отказалась молочко пить Вообще Должна была хотеть Дай бы чуть-чуть Там у нас Вивочка Вот такая вот компания Ой, хорошенький Так, ну что ж Мы гуляем Не помню, когда в последний раз гуляла С ребенком с коляской на улице Реально Мы раньше столько гуляли Это не значит, что Анютка не гуляет на улице Вот, просто чаще с ней гуляет Либо Слава один Либо моя мама Там мои родители Вот, потому что я постоянно В каких-то делах Бегах Мечтала погулять Вот даже сейчас Мне нужно сегодня снять рилс Нужно подготовить наряды нам на завтра На гендер-пати Продумать вообще, в чем мы будем Чтобы мы красивые были Я думаю, там все девчонки будут в платьях А мне неохота платье Как-то надевать Да я не знаю Если у меня что-то такое Прям супер-пупер подходящее Может быть, есть Надо смотреть, думать Вот, я бы вообще в джинсах пошла И какой-то топ красивый А то, в общем, посмотрим Не знаю Но думаю, что все будут нарядные В платьях Поэтому, наверное, мне придется наряжаться Чтобы Чтобы не быть Как сказать Странной Аня вся крутится, вертится Не хочет смотреть на нас Она хочет смотреть туда, вперед Давай ее поменяем, может? Смотри, что она смотрит на нас Ну ладно Ты мой сладенький Сахачка Стенчик Випа Вип Сейчас колесо тебе по морде проедется Сейчас мы дойдем, куда можно гулять, собачка Не падешь Да Какая она милашка Видите, я ботиночки одела Так вот Я могла бы остаться дома Потому что мне нужно смонтировать блог Снять Рилс Подготовить нам наряды Могла бы что-то дома прибрать Потому что у нас дома реально трэш Ну не, не то, что трэш Но Вчера нам не до этого было Разбросся, накид на полы помыть Но На вторник, я не знаю Даже ее нет Во вторник к нам приходят, убирают Вот Но, блин, мне, честно Прям хочется, чтобы два раза к нам приходили Убирали Но Ты вообще знаешь, что это В грязных квартирах люди меньше болеют Не знаю А ты хочешь квартиру пидорить просто до последнего микроба Неправда Неправда Что неправда Ничего у нас не стерильная чистота Запусти, не говори Ну, может тебе кажется, что у нас стерильная дома чистота А что два раза? Так я убираюсь каждый день, считай, дома Я об этом же Ну, и все равно грязно По твоим меркам грязно Постиралось белье, его надо развесить Пока развесил, пыль поднялась Поменять постельное белье, ребенку поменять Потом все это снять Опять пыль поднялась Я вот знаю, что когда есть сушильная машинка В сушильной машинке куча пыли собирается с белья Когда у нас будет сушильная машинка А вот тут жарко У нас там будет собираться вся пыль И что будет? И будет хорошо Короче, в итоге я решила Тоже пойти гулять Потому что подумала, что хватит уже Я хочу тоже жить здесь и сейчас Вообще Опять на такой рилс наткнулась, девочки Там рилс мужчина, я не знаю, кто это Типа психолог или просто какой-то деятель Я не знаю Говорит такую вещь, что счастливый ребенок Обречен быть счастливым В чем суть? Что когда мы все вырастаем Мы вспоминаем свое детство Все взрослые люди вспоминают свое детство И сколько бы там денег ты не зарабатывал Куда бы там ты их не потратил Все равно ты вспоминаешь Как там в детстве родители купили тебе велосипед Как ты там, не знаю, с дедушкой, с бабушкой Отдыхал на даче Ну какие-то такие вещи Поэтому очень важно детство Чтобы оно было счастливым Потому что во взрослом возрасте Все равно мы все Именно детство всегда вспоминаем И это вообще У меня аж муравьки Потому что я думаю Насколько это действительно круто Люблю такие вот мысли Напишите в комментариях Вы согласны с этим или нет Так, вот тут заняты катаемся Кач 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 Камера за тобой теперь следит Кач Вива Кач Кач Короче Вот эти все дела Типа работа Дома убраться Конечно, все очень важно И чтобы дома было чисто тоже важно Но Жить надо здесь и сейчас Не пропускать как растут ваши дети Сначала Аня одна каталась Сначала Аня одна каталась Конечно, наверное Ухи Кач Ухи Кач 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 Хе-хе-хе Ты чувствуешь хоть как ты качаешься, Аня? Папа, ломи меня Ломи, ломи, ломи Папа Ломи, ломи Ломи, ломи, ломи Ломи, ломи, ломи Ломи, ломи, ломи Ломи, ломи Ломи, ломи, ломи Ломи, ломи Ломи, ломи Папа Короче Такая ностальгия Гуляю вот тут С мужем С ребенком С собакой А ведь это моя школа Ах Школа, школа Я скучаю Ла-ла-ла-ла-ла Школа, школа Я скучаю Да не, не знаю Не уверена, что я скучаю, если честно Хорошие были времена Вчера мне в Рилс Попался Этот Он Артемий Лебедев, да? И он там такую вещь говорит Если ваш ребенок В какой-то момент вам такой говорит Вот нафиг мне эта химия Вообще не нужна Она мне в жизни не пригодится Я там буду Не знаю Журналистом Например Типа у меня нафиг химия не нужна Условно И Он такую вещь хорошую сказал Типа как надо объяснить ребенку Почему тебе нужна химия Потому что ты можешь на свою жизнь На этот мир На мир, да? В первую очередь на мир Посмотреть Под Разным углом Типа можно посмотреть на Этот мир Под призмой Типа физики Со стороны Там Химии Литературы Истории И Ну как-то Оценивать Довольно-таки интересно Что действительно Идем например со Славой О чем-то болтаем И такие Типа знаете Вот Вот же да Как вот придумана Да физика Типа Ну грубо говоря Не знаю Что-то про жизнь Про какие-то природные явления Но это действительно интересно И все-таки Как бы я Не думала про школу Особенно когда в ней училась Типа Как меня это все бесит Как мне это нафиг все не надо Все-таки надо реально То Чему учат в школе Вот это какая-то база Но действительно Ее надо знать Так или иначе Все равно жизни пригождается Вот Просто может быть Не в таком объеме Как бывает сдают У меня мама Как-то такая Жаловалась На то Что им В школе Саша Моему брату Сдают дофига уроков На выходные Что типа Многим в школах Сейчас детям Вообще на выходные Не задают домашнее задание Чтобы у детей Были выходные Круто Реально? Да Сейчас типа Ну не знаю Напишите в комментариях Ребят Кто знает Школах не задают На выходные На выходные Ну детям По крайней мере Типа Ну я так поняла Где-то кто-то Ну мне мама рассказала Я просто не в курсе Про школьные дела Мы пока до этого Не доросли Что типа Многим не задают На выходные Мы уже переросли Но еще не доросли Мы пока только Начали своего пути Ой так школу не хочется Кошмар У меня это просто Страшный сон Ну нам что до школы-то еще Семь лет? Не уже шесть Какие? Семь? Ну наверное Я вот думала об этом Ваня наверное в семь лет В школу пойдет Как раз ей летом Исполнится семь И осенью в школу Типа не в шесть Ну да Логично Похера Просто я по-моему В шесть пошла Но мне типа в декабре Исполнилось семь Вот я просто помню Что я довольно-таки Такой Младшенькой была В классе Спи давай Наконец-то молочка Выпила своего Короче мы ее сначала Отвернули от нас Чтобы она смотрела на мир Кайфовала Потому что она замучила Свою голову выкручивать Теперь мы ее обратно Развернули Смотри на нее Ань ты такая сладенькая Ой Не попадается Давай мама тебя Прикроет Спи Нам надо Чтобы она спала Спи мой Но С таким солнцем Не поспишь Поэтому мама и закрыла Ань Погодка конечно Супер вообще Посмотрите Как Солнце Сквозь деревья Пробивается Но есть ветер Поэтому вот так вот Как я сейчас Мне очень комфортно У меня маечка внизу Кофточка Слушайте В теньке Довольно-таки Стильный ветер А на солнце Вообще Улет Так что да Я заказала На маркетплейсе Подарочные Пакеты Чтобы туда Красиво сложить То что я Подготовила Для Наших друзей Для их Малыша Вот Даже не верится Я так хочу Чтобы у Насты Фед была девочка У нее Короче так интересно У нее получается Две сестры У Аркаши Брат Ну типа С одной стороны Три девочки В семье Настя И ее две сестры А с другой стороны Два мальчика Мне кажется Должна быть девочка Не знаю А ты что думаешь Давай Давай Нашу интуицию Проверять Я сначала Сказал мальчик Ну Пускай будет девочка Ага Ну это мы завтра Узнаем Так Пускай Скай Аркаша Порадуется Да Ну что Девочки Это класс Ага Не Конечно все дети Класс И мальчики Класс Да Но Все равно Мне кажется Для папы Девочки Это такая нежность Ну и для мамы Конечно Жить Так что Чет ковыряет Извини Просто Это последнее время Одни мальчики У всех рождаются Да Очень много мальчиков Ну По понятным причинам Ну в общем Это если верить В такие Присказки Пускай девочек Да Несмотря на то Что Если будет девочка У Насти То У них с Анютой Будет разница Больше года даже Полтора года где-то Может даже Чуть побольше Ну условно Полтора года Конечно Да нет Это немного Нифига Сначала да Но потом Когда дети Мы уже там По шесть По семь Восемь лет Мне кажется Уже так Не ощущается Эта разница Хотя Я могу ошибаться Не знаю Но у меня мечта Мы сейчас Сделаем ремонт На даче Вот Конечно У нас сейчас Такой возраст Прикольный Когда все наши Друзья Женятся А то и раньше Нас поженились Рожают детей И все такие Знаете С детьми На одной волне Прикольное Конечно Время Знаете Вот этот момент Молодости Новый Новый Интересный Этап Молодости Да Сначала Ты подросток У тебя Один этап Одни знакомые Одно Какое-то Определенное Общество Потом Ты Студент У тебя уже другое Любовь Морковь Там Первые Какие-то Серьезные Отношения Расставания Потом Ты Не знаю Живешь С девушкой Или с парнем Знакомитесь С друзьями Тусите Все становятся Такие Семейные Мне так нравится Вот эта Вот Поэтапность Жизни Классно Мне кажется Это вообще супер Так и должно быть Так и должно быть Вот так Понютка спит Мы со Славой Решили остановиться По пути домой И взять чего-нибудь Такой хлебушек Так хочу Такой хлебушек С супчиком Ребята Это что? Где? Где? Я боюсь Это просто Какой-то Жесткий Ворон Мне страшно Он еще так Смотрит На нас Короче Нагулялись Я пришла В отбор К нам Посидеть Потому что Мне очень жар Ходить Виват И зачем Опять Вырезу Короче Слава Пошел на Маркетплейс Что-то Забирать И мне пришло Съели мы По сосиске Нет Я съела Сосиску В тесте Слава Съел Шаурму Мне очень понравилось Он говорит Ну не понравилось А мне Сосиска Кстати понравилась Вот только Хлебушек Взяли Я вам там Хотела поснимать Мы в каком-то Другом дворе Сидели Но там Сидели Мальчики Рядом Я подумала Ладно Не будем Смешать Короче Что хотела сказать У нас дома Есть два Новеньких Автокресла Я вам рассказывала Что я написала Маме Жанне Вот И нам прислали Позавчера Кресло Потому что Ну во-первых Из люльки Аня уже выросла Из автолюльки А во-вторых То кресло Которое у нас было Оно не очень Нам подошло Ну как-то Не знаю Ане как будто В нем не очень удобно Мне оно Но показалось Не очень удобным К сожалению Поэтому Его мы наверное Подадим Или отдадим И так как нам Завтра ехать Слава богу Что нам недалеко Ехать На гендер пати Потому что Я вспоминаю Наш гендер пати Который был Вообще В Подмосковье Далеко И Не знаю Что такое Тебе на маркетплейсе Пришло Хорошее настроение У тебя Че ты Хажет Что ли Прихожу Красота Пило А че это ты? Да так Просто захотелся Тебе от меня что-то надо? А то Слава сегодня У Анютки Хочешь братика? Хочешь братика? Я говорю У Анютки надо спрашивать А у ее мамы Хочешь хлеб посидим? Хлеб? А что? Как эти голуби? Может тут ворон придет Скорее всего Это ворона А, да-да-да-да Ворона Нет, это ворон Вы или ворон Мне помнится, что ворона больше Ворон Да? Ребята, напишите в комментариях Ворона больше Или ворон 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 Привет Вот он, эксперимент Эксперимент Спи давай Спи 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 давай Ань, нравится? Классные пиончики Нравится Анечке И улыбается Улыбается Любой девочке Понравятся цветы Нежные такие Лепесточки Да, малыш? Нежные такие Лепестки Нравится? Зайка И улыбается У нее такие Ямочки есть Анют Круто Круто Короче, был эксперимент С платьем По какому оно цвету То ли синее, то ли белое Че вы видите? Это типа иллюзия И вот такая же иллюзия Только со звуком Там Круто Короче, такая фишка Что люди, которые уже взрослые Которые там уже больше Тридцати Есть такая особенность У наших ушей Что чем старше мы становимся Тем Частоты 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 Слышим Высокие частоты Верхние Ну, то есть можно Примерно Привести Мы вон сели С Юлиным папой В машину А он типа И там музыку можно настраивать И там можно настраивать музыку Да, там эквалайзер И он почему-то Настраивал музыку Так, как ему комфортно И очень много Тянул высоких частот Когда нам, например Молодым Казалось Казалось, что это перебор И это вот Пример того, что Когда Чем человек взрослее Тем Он меньше чувствует Эти верхние частоты Ему хочется их добавить Ну, конечно Это как, знаешь Зрение ухудшается Слух Ну И Собственно Вот такой пример И такую иллюзию Я тоже нашел И там Там просто фраза Как сказать Просто чье-то имя Как я понял На английском Лорел Лорел Короче Те, кто стар И те, кто старые Слышали Лорел Да Молодой Они слышали Чё-то Что-то другое Чё-то другое Типа Вот слово одно Лорел Да Я слышал Но если понижаешь тональность Или повышаешь Вива, иди сюда Вива, иди сюда Иди сюда быстро А тот, кто помоложе У кого Высокие частоты В порядке Они слышали Абсолютно другое слово Напишите в комментариях Я слышу Там Лорел Короче Слава Меня только включает Там, короче Лорел Либо Еня А, да Да Вот мы сейчас слышим Лорел А прикинь Сейчас люди такие говорят То, что Все напишут Мы слышим Лорел Не, ну Нужно, во-первых Слушать в хорошем качестве В наушниках Чтобы Неправда Зачем в наушниках? Ну, можно и не в наушниках Но не с видео А надо прям зайти Послушать самим Потому что так Ну Ладно, я вам вставлю Вот этот кусочек Именно Лорел Да Или пишите в комментариях Что вы слышите Лорел Или Йенин Какой-то там Ленин Короче, Слава Меня включает И говорит Типа Послушай И скажи Что ты слышишь Я слушаю Думаю Ну, что вообще Меня за придурка держит Ну, типа Что это за игры такие Я говорю Лорел Он поржал И включает Потом голосовую От моего папы Который говорит Что он слышит четко Лорел А все Его домашние Ну, там Дети Слышат Йенин Да То есть Это реально Ну, как бы Все по-разному Слышат И это очень интересно И Слава говорит Ну, значит Ты такая же старая Как я Потому что Я тоже слышу Этот Лорел Интересно Интересно Так что Напишите в комментариях Наша Физиономия И что это значит Физиономия Ну, а что Твоя физиономия Это значит Что Блин Физиология У меня же получается Уже ближе к 30 Чем к 20 Раз мне 26 Ну, да Да Ты такая довольная Ты че такая сладкая Она хочет печеньем делиться Не надо папе давать Ну, руки связали А она не дает Она играется Да Она делает вид, что дает Не, не надо Не надо Спасибо, спасибо Не надо Она еще любит сосочки Наоборот Да Не надо Не надо Кушай Какая щедрая, Аня И она печенью дает Спасибо, Колья Ну, что Домой пойдем, малыш Ты че так сладкая Ты че так сладкая Ты че так сладкая Скромняга Новый день Мы собрались на гендер-пати Такая я Только что Меня чуть не сбили Спасибо Долго наряжалась Спотела Нанервничалась Мы уже опаздываем на час В два сбор гостей А мы будем в три Наверное, должны На тридцать В четыре Будет самый главный Кульминационный момент Что поделать Еще, к сожалению Рядом не было парковки Поэтому мы сейчас будем идти Не знаю, сколько Надеюсь, не очень долго Погода супер Как видите, я вообще Одета Вот так Ура, ребята Мы добрались Как я радуюсь Только нам надо Как-то будет подняться Здорово Привет Здорово А где вас? Привет Спасибо всем огромное Что пришли Мы правда Сегодня постарались Пригласить Самых близких Самых теплых нам Людей И очень приятно Что вы Тащили этот воскресный день Посвятить нам Нашему будущему малышу Мы вчера с Аркашей Обсуждали Что нифига себе Да, он в животе И что у него уже Тусовки лучше Чем любой Наш день рождения Вообще Такая Окей Но как бы Как говорится Все лучшее детям Я вчера тоже Это Аркаше сказала Он так грустно сказал К их маму Отдельное спасибо Сказать Аркадь Он сказал Что я хочу Спасибо большое Покажу вам атмосферу Слава с Анюточкой Пока тут стоит Скуколка и обнимает Вот как она любит Бабусу Колясок И подарка Наш вот отстоит Нужно выбрать Людмила То есть При вас Не было такого же урока Или восточной танце Посмотрите Сколько людей А вот наши Красавчики Ты считаешь Что восточная танца Это точно Хочешь урока Так Есть еще вариант Произошло чудо Мы идем голосовать Все начали Как вы Так О, смотри Сколько тут еды О, тут есть голосовалочки Да Втыкать надо Ну, я думаю, что девочка А, тоже девочки делают И спешил Тоже спешил Мумент Да, девочка Да, я же тебе сказала Да 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 13 13 Так Сейчас будет момент Самый главный Слава с Анюткой Ушли подальше Но мне кажется Зря он так далеко Прямо уходит Ладно Я пошла Внутрь Ну что Все готовы? Мы с вами Мы готовы Я прошу Встать Напротив Друга Взять Зарап Как я волнуюсь Так Валя Там кадры Все Окей Все Что тебе Там Мы Детки Дорогие Мы не прыгаем Договорились Еще раз Мы наслаждаемся моментом Практикуем Дзен Хорошо? Давайте вместе Глубокий вдох Глубокий вдох Все вместе Раз Посмотри Считаем От десяти До единицы После того Как будет Два Один Потом Мы вместе Со мной Говорим Фразу Мы все Тебя Очень Ждем Договорились? Ну что Поехали? Десять Девять Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Один Мы Семья Очень Шесть Шесть Субтитры делал DimaTorzok 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 Короче, ладно, мы кушать и домой, отдыхать, что делать, что-то как-то там как всегда работать, вот, я же сегодня два раза заплакала, ааа, супер мило, так что, спасибо, что смотрели этот влог, будьте счастливы, здоровы, желаю вам всем таких же хороших, приятных, счастливых событий в вашей жизни, вот, всякие блюде, целую, обнимаю и всем пока!